добрый день дорогие друзья вы на канале лариан фонарик и с вами лариса сегодня у меня очередной мастер-класс в недавнем мастер-классе я показывала как вот таким вот образом собрать полотно с одновременно простегивая каждый лоскуток это видео у меня есть ссылку на на этот мастер-класс я вам дам а вот теперь когда я из этих двух таких вот топов тошила сумочку то появилась у меня необходимость шить замок и в этот раз замок у меня вшит вот таким вот образом он называется замок на обтачках вот просили у меня девочки чтобы я показала как таким образом шивать замок и тут нет ничего сложного просто надо знать пару каких-то небольших таких каких-то тонкостей да вот давайте начнем я подробно как шьется сумочка я показывать не буду то есть это не тот мастер-класс где который за основу которого взята пошив сумочки а это будет просто мастер-класс по сшиванию молния в обтачке и притачивание его готовому изделию например косметички или сумочки ну что начнем итак для того чтобы мне вшить замок на планках вот в такую сумочку я взяла сумочка у меня по верхнему краю 32 сантиметра для этого я взяла молнию тоже 32 сантиметра вот можете взять молнию длиннее вот и обрезать ну вот я считаю что вот для моей сумочки достаточно будет 32 сантиметра молнии на один край я поставила заглушку можете делать любым способом какой вам больше нравится очень много мастер-классов по тому как ее ставить можно металлическую заглушку поставить есть такой в магазинах фурнитуры вот а другой край молнии нам надо вот один угол я уже загнула загнуть под 90 градусов то чтобы угол у нас был как мы делаем вот таким образом складываем и здесь ручными стежками или на машинке закрепляем фиксируем то есть вот таким образом еще раз показывает под 90 градусов и вот здесь чтобы у нас срез совпадал с этим краем вот таким образом как вот здесь должны получиться вот таким образом у нас должно получиться то есть замок доходит а здесь у нас они уходят вот еще для вшивания нам надо раскроить планки они у нас четыре штуки надо по 28 на 4 сантиметра у меня вот такие теперь что мы делаем на двух краях с каждого края с одного края все четыре обтачки мы заутюживаем на расстоянии один сантиметр я показываю сантиметр и потому что иностранные зрителям и постоянно просят чтобы я показывала числа до размера вот таким образом заказа утюживаем один сантиметр и теперь начинаем пришивать эту планочку к замку как мы этого это делаем берем отступив вот так вот смотрите молния да вот таким образом тоже один сантиметр отступаем прикладываем берем вторую планочку лицом к изнанке тоже прикладываем и все это будем закалывать иголочками хорошо выравниваем и закалываем перед молнией один раз и уже следующий раз совмещая наши все три слоя вот таким образом скалываем всю нашу все наши три детали по всей длине вот таким образом мы прикалываем обе планки по обе стороны от молнии ленты да как здесь я уже сказала оставляем один сантиметр на расстоянии одного сантиметра скалываем только планки а потом уже начинается у нас замок в конце где наши планочки загнуты подкалываем вот таким образом что то есть сгибами с двух сторон да и смотрим чтобы у нас сгибы совпадали должны совпадать потому что у нас одинакового размера планки таким образом подождите сфокусирую вот теперь нам надо проложить строчку смотрите начинаем строчить вот отсюда поднимаемся вверх строчку делаем одну четвертую дюйма или семь миллиметров шесть с половиной сколько вы привыкли да вот здесь делаем такой припуск значит строчим отсюда поднимаемся вверх разворачиваемся и идем пришивая молнию так как вы привыкли или лапкой для шитья для пришивания молнии и доходим до вот этого доходим до вот этого сгиба и здесь делаем закрепку и ниточку обрезаем вот таким образом у нас должно выглядеть вот отсюда прокладываем строчку вдоль всей молнии и вот здесь мы делали закрепку теперь что мы делаем срезаем уголок вот здесь вот и выворачиваем нашу молнию на лицо расправа ждите расправляем наш уголочек вот здесь вот как можно аккуратнее выворачиваем все это на лицо вот таким образом отутюживаем утюгом и прокладываем строчку когда мы отутюжим прокладываем строчку начиная вот от этого края на расстоянии где-то 3-4 миллиметра уголок хорошо выпрямляем и прострачиваем вдоль всего среза вот когда дошли до вот этих вот тут у нас вот такие до хвостики мы стараемся вот это вот все чтобы у нас не выглядывали там вот припуски на швы заправляем их туда скалываем между собой вот таким образом и когда прокладываем строчку разворачиваемся в этом месте и близко к сгибу к сгибам прострачиваем сюда и делаем закрепку мы получили вот такой результат вот так вот отстрочили вдоль молнии здесь развернулись и одним швом соединили наши вот эти две детали теперь нам ту же самую операцию надо проделать и с другой стороны то есть опять складываем лицом к лицу до лицом к лицу между ними вставляем молнию и проделываем все то же самое с обратной стороны таким образом и в начале наш замок в обтачке и теперь уже можно будет эти обтачки прикреплять к нашей сумочке сейчас я постараюсь немножечко приподнять что было видно так смотрите находим середину на наших обтачках среднюю линию до находим отмечаем для себя можно вот так вот срезать на серединках чтобы были с обеих сторон намечаем для себя середину вот таким образом и также находим середину на наших сумочек на нашей сумочке делаем для себя маленькие такие на меточки совмещаем эти наши средние метки смотрите складываем изнанкой да вот изнаночной стороной задней стороной обтачки к подкладу и подкалываем таким образом то же самое делаем и с другой стороной наш со второй нашей обтачкой вот таким образом мы прикрепили наши обтачки к верху нашей косметички которая у нас уже с подкладом все приготовлено к обработки бейкой и на расстоянии вот я показываю опять для иностранных 5 миллиметров от среза прокладываем строчку для того чтобы скрепить нашу сумочку с наш с нашей с нашей молнии с обтачками нашей молнии вот таким образом прикрепили до проверяем все ли у нас правильно закрывается вот так вот все хорошо все вроде бы ровно все обтачки до сравниваем все хорошо и теперь нам остается вверх просто обработать косой бейкой обрабатываем тем способом каким вам больше нравится будет это двойная косая бейка или вы любите в одинарную ее пришивать это уже я оставляю на ваше усмотрение я пришиваю всегда двойную бейку вот вот таким образом пришью ее с этой стороны а уже с обратной стороны и и прикреплю сгиб ручным стежком потайным все встретимся с вами через пару минут и через пару секунд даже я вам покажу что у меня получилось кстати бейку здесь по идее если вы кроете не по долевой а по поперечной нитки до прямую можно взять и прямую вот но только не по долевой кроеную если вы вот поперек кроите бейку прямой то ее можно здесь взять здесь принципе таких никаких закруглений нет прямая будет строчка поэтому можно не обязательно косую но у меня вот есть кусочек косой бейки остался от какого-то проекта я буду использовать его вот так вот я пришила бейку а теперь мне остается только приметать ее руками вот здесь вот с лицевой стороны а так вот смогли что у меня получилось и по размеру все хорошо не такая вот большое здесь дырочка не такой длинный хвостик он его можно спрятать всегда в общем я довольна желаю всем хорошего пошива вот так вот вот все ну вот вот Субтитры подогнал «Симон»